Привет друзья! Сегодня мы приехали за водой в село Фадеево, что в пяти километрах от нашей станицы Гостогаевской. Так как недавно нас опять спрашивали люди, можно ли купить недорогой домик. Из Подмосковья, по-моему, люди собираются переезжать. В Гостогаевской нету недорогих домиков, а здесь Фадеево есть. Фадеево относится не к Канабскому району, а к Крымскому, хотя вот я вам говорю, что всего на 5 километров дальше от моря, чем мы. От нас 20 километров до моря, а здесь 25 километров до моря. Остановись! Село это очень маленькое, но вот продается дом, например, желающие могут позвонить по указанному номеру, телефону. Это старый дом, но он с газом, и если я правильно помню, здесь большой участок земельный, и стоит он недорого, по-моему, в районе полутора миллионов. Если табличку продаю, не убрали, значит до сих пор не продан. Мы примерно год назад снимали. Продавался этот дом, и сейчас продается. Торгутий, значит, можно сбить цену. Здесь асфальт. Дальше, по-моему, он кончается. Трасса совсем рядом находится, наверное, полкилометра. Трасса, конечно, очень хорошая. Тут улиц совсем немного. Сейчас проедем по парочке улиц, чтобы у вас было представление об этом селе. Здесь школы есть? Да. Есть школа, по-моему, девятилетняя, да? Неполная. Ну, медпункт какой-то есть. Вот это улица Фадеева, по-моему, называется. Фадеева. Медпункт есть. Детский садик, не знаю, не помню. Люди держат птицу. Стой! Стой! Земельный участок продается. Вот еще увидели табличку на этой же улице Фадеева. Продается земельный участок. Интересно, увидите ли вы номер телефона? Их тут даже два. Тут, конечно, как и на всей Кубани, у людей были огромные участки приватизированы у местных жителей. И теперь они их замечательно продают. Но в Гастагаевске, если участок земли меньше 100 тысяч за сотку не найти, то здесь наверняка подешевле. А в эту сторону трасса идет на Малый Чекон. Вот они практически с Фадеева слились. Малый Чекон. А там дальше что будет? Большой Чекон, да? Просто Чекон. Ну вот, собственно, маленькое село. Работать здесь, конечно, негде, вот, кроме как в школе, да, в паре магазинов, да? Ну, если у вас есть свой транспорт, никаких проблем ездить на работу. Не знаю, в Анапу, в Гастагаевскую, большое село Юровка, не так далеко. Ну, а на общественном транспорте сложнее, понятное дело. Конечно, ходят автобусы до Крымска, через Варениковскую станицу. До Варениковской здесь километров 10, наверное. Стой! Вот мы увидели табличку «Продаю вот на таком большом доме». Посмотрите, двухэтажный дом, забор прямо, как на заводе бетонированный. Кого заинтересует, звоните, узнавайте, что тут продается, мы не знаем. Это как раз-таки дорога, которая идет с трассы Краснодар-Анапа на Чекон. То есть асфальт здесь хороший. Сейчас разверну, покажу вам трасса вон там, где грузовик едет. В грузовике вот эта трасса. Ну, тут довольно шумноватая улица. Улица Мира называется. Судя по всему, и вот этот гараж тоже относится к продаваемому объекту. Забор вот включает в себя этот гараж. А тут уже соседние дома пошли. И тут же рядом на улице Мира продается еще один дом. Его мы снимали летом. Табличка не убрана, значит, продается до сих пор. Это старый саманный домик с огромным участком. Насколько я помню, там что-то в районе 20 соток земли. Всякие постройки хозяйственные. Дом тоже газифицирован. Ну, как все старенькие дома с низким потолком, с маленькими комнатами. Не знаю, кому-то сгодится жить, если его подремонтировать. А кто-то, может быть, будет строить на земле себе другой дом. А в этом пока жить вполне можно. Этот дом находится еще ближе к трассе Краснодар-Анапа. Имейте в виду, здесь довольно-таки шумно. Ну, летом, конечно, тут все зелено и очень красиво. Вот так выглядит этот дом. Буквально 300 метров до трассы. Под этим роликом дадим ссылочку на наши летние съемки этого дома. Вдруг кого-то заинтересует. Выезжаем по улице Мира. Подъезжаем к трассе. Направо Гостогаевская. 5 километров. Еще 20 километров. И вы на море в Анапе. Налево станица Ворениковская. Километров 10 до нее. Чисто у меня. Так как это краевая трасса, то здесь асфальт, конечно, хороший. Ремонтируется регулярно. Слева у нас Фадеева как бы продолжается. Да, слева. Справа там уже поля и виноградники. И вот тут еще немножко улицы домов, которые относятся к селу Фадеева. Прямо на трассе стоят дома. Тут дома побогаче, конечно, чем внутри. Впереди остановка автобусная. На обратном пути остановимся. Под табличкой продаю еще один номер. Покажем вам номер телефона. Что-то продается там. И направо пойдет дорога в хутор школьный. Недавно мы его тоже снимали. Остановись вот здесь. Вот что-то продает. Друзья, сейчас я вам покажу, приближу этот номер. Вдруг кто-то хочет сюда переехать и сразу бизнес купить. Видите, что продается? Магазин. Хотя, может быть, не магазин. И вот здесь еще одно место работы, конечно. Так называемый Черкесский аул. Развлекательный комплекс. Здесь находится отель, баня. Вон стоят машины. Вот такой въезд туда. Якобы башни крепостные. И баня на дровах, кафе, кавказская кухня. И почему он Черкесский аул называется? Там, насколько я знаю, джигиты на лошадях показывают представление. И вот здесь мы остановились, увидели объявление. Продается участок 6 соток. Фасад 35 метров. Номер телефона. Номер телефона вам видно. Если этот участок продается здесь, где стоит баннер, тогда это как раз рядом с Черкесским аулом. Рядом с Черкесским аулом и рядом с трассой. В ту сторону поля. Прекрасные виды. Даже осенью, когда всё голо. И ещё один баннер. Продаю дом. Номер видите? Очевидно, продаётся вот этот дом, который находится за забором. Большой. Стоит тоже на трассе. С одной стороны хорошо, а с другой стороны шумно. Спасибо, друзья, что вы были сегодня с нами и другие дни. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Мы постараемся рассказать вам всё об Анапе, то, что нам интересно. Ну, а иногда, если вы задаёте вопросы, мы постараемся на них ответить и показать то, что вам интересно. Всего хорошего, друзья. Пока-пока. До новых встреч.